Уже совсем скоро, с 15 по 19 ноября на стадионе Тирва, состоятся всероссийские лыжные соревнования «Хибинская гонка». Подготовка к ним выходит на финишную прямую. И сегодня в студии Народного директор спортивной школы Кировска Наталья Румянцева. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Наши спортсмены будут принимать участие? Да, я хочу сказать, что «Хибинская гонка» проходит уже на территории города Кировска 23-й год. И все 23 года лыжники города Кировска принимают участие в «Хибинской гонке». Ранее это были Александр Ляпин, Павел Трубецкой, Алексей Повидайлов. На сегодня эту преемственность подхватили лыжники спортивной школы. И на старт выйдут три наших сильнейших спортсмена. Это Андреев Артем, который является не только лучшим в городе Кировске, но и на территории Мурманской области. Это член сборной команды, участник уже первенства России. Второй год занимается летней подготовкой с национальной сборной юниорской России. Поэтому мы от Артема ждем высоких результатов. Он будет участвовать во всей программе трех дисциплинах. Также на старт выйдут Нерублинка Марк и Хаданович Арсений. Но у них будет по одной дисциплине спринтерская и классическая дистанция у каждого. Ну что ж, будем болеть за наших ребят. Наталья Владимировна, а если говорить о спортивной школе Кировска, поделитесь, какие планы на этот предстоящий сезон лыжный? Вы знаете, впервые, когда идет зачисление детей в спортивную школу, всегда большое преимущество было детей на плавании. На плавании несли заявление, если взять, наверное, соотношение с другими видами спорта, один к десяти. В этом году плавание и лыжные гонки буквально поровну. То есть такого никогда не было. И я думаю, что вот эта вот та работа, которая проходит в городе Кировске, направленная на развитие лыжного спорта среди детей, это и лыжня России, когда на старт выходят юные дошколята. И тот кульминационный, феерический, апрельский старт, да, кубок, финал Кубка России, когда только закончился спортивную школу, пошли звонки. Да, спортивная школа всегда уделяет лыжному спорту особое внимание, потому что это приоритетный вид спорта как для города Кировска, так и для Мурманской области. Наше лыжное отделение уже третий год подряд входит в тройку лучших спортивных школ Мурманской области, конкурирует только со школами Олимпийского резерва. Наши тренеры сильнейшие в области и также входят в состав старших тренеров Мурманской области. Большую поддержку нам оказывает субсидия федеральная, которая поступает на спортивную школу, и мы ежегодно около миллиона рублей на эту сумму приобретаем лыжный инвентарь как для сильнейших спортсменов, так и в этом году нам удалось даже приобрести инвентарь для начинающих ребятишек, потому что когда ты получаешь новые лыжи, ботинки, палки, то есть горят глаза, ребята готовы идти на тренировку, делать большие объемы. Большую поддержку в развитии лыжного спорта оказывает нам и Дросхибины. Наталья Юрьевна Миртова всегда с большим пониманием относится к тому, что сильнейшие спортсмены должны принимать участие в соревнованиях не только на территории области, но и за ее пределами. Остается только пожелать успехов всем нашим спортсменам. Да, да, лыжные гонки, то есть на сегодняшний день на Тирвасе, то есть, ну, очень много мероприятий планируется, и я буквально была на днях на этом стадионе, очень много туристов, очень много жителей города Кировска катается, и спортсмены, всем хватает места, трасса идеальная. Наталья Владимировна, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в студию, ответили на вопросы и за интересную информацию. Спасибо. И полезную. Напомню, сегодня в студии Народного была Наталья Румянцева, директор спортшколы Кировска. Говорили мы о лыжном спорте и предстоящих всероссийских соревнованиях хибинской гонки. А сейчас к другим темам.